Привет, мои любимые джевжики и вообще любители стратегических игр. Вы слышите, Алексей Халецкого, я продолжаю на уровне сложности Божество за Россию знакомиться с обновлением шестой цивы и новым режимом Варварские Кланы. У нас уже практически все кланы стали городами. Спешу хотя бы здесь успеть рыцарям кого-нибудь убить. Мне кажется, я не успею и придется объявлять войну к городу-государству, чтобы рыцарям кого-нибудь убить. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры могут посмотреть все серии сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Один из спонсоров, кстати, мне порекомендовал Тулу в Петропавловск... Петропавловск... Петропавловск-Камчатский переименовать, потому что конкретно... Ух ты, смотрите, влезло. Я думал, слишком большое название будет. Конкретно город находится в таком месте, очень похоже на Петропавловск-Камчатский. Хотя тут, конечно, уже и название рек. Хотя Дон. Я думал, Краснодаром назвать, кстати, раз на Дону. Но тут Эгейское море вообще не подходит. Байкальский хребет. Байкальский хребет. Это все Байкальский хребет, да? Ладно, будет Петропавловск-Камчатский. Потому что как-то Краснодар в такой тундре странно называть, мне кажется. Ну, пойдем благовоние еще сделаем. Так, у нас, значит, паблики на цитрусовых и сможет быть предприятие. Так? Монополь. Ну, даже Монополия, по-моему. Жемчуг в Киеве, цитрусовые в Смоленске. В Соликамске у нас ничего, да? В Казани тоже ничего. В Кронштадте ртуть, возможно, у нас, по-моему, одна только ртуть. Кстати, я ее не обрабатываю. Блин, может, мне захватить этот город у Вавилона и удалить его нафиг? Я, кстати... Значит, у меня уже хорошее отношение с... Давайте я осужу и Вавилон, и Галлов. С Галлами я точно хочу повоевать. Только единственная проблема, у меня караваны все туда бегают. Может, мне... А, я смогу в Византии... Блин, тут тоже варвары стоят, но эти... Желтый козел, который... Блин. Блин, у них уже кавалерия в корпусах. Ну, у меня тоже корпуса в следующем ходе, но и кавалерия, вот, казаки будут. И Олезия, по-моему, все забирается. Изи. Так, тут мы идем... Давайте... Сделаем так. Отключим рабочим сюда. Так, пусть я не вижу, у меня... Смоленск... Ага. Без моей религии. Делаем с моей. С апостолами имеет смысл воевать? Пожалуй, нет. Тяжелое поражение будет. Просто постоим. Я думаю, нам этих двух инквизиторов выше крыши хватит. Тайную. Да, не хватит мне этого миссионера для обращения на ланды. Че приплыл, непонятно. Я тут постою. Просто броненосцам именно здесь постою. Так, из Петрограда... Добегает до Вьетнама. Ну, пожалуй, туда и будем отправлять. 162... 162 веры. Пока просто возвращаемся. Выписываем и возвращаем всех писателей, чтобы... Уже... О! Нам сейчас дадут, кстати, еще одного рыцаря, скорее всего. Давайте, наверное, тут пока художественный. Хотя, а че художественный, если у меня... Фигзай, когда будут художники. 5,7. Хотя, довольно скоро должны быть. Тут ему не хватает 33. Да, 33 это в районе 6 ходов неизвестный игрок получит художника. Тогда давайте художественный все-таки. Археологи, тем более я археологов пока не могу же делать. Ух ты, возрождение заканчивается. Блин. Я опять не выхожу в Золотой Век. Я в нормальный-то могу выйти, потому что у меня еще... Мой уникальный юнит будет. Это 4, 7. Можно каких-нибудь этих купить. Дает трех послов в выбранном городе государстве. Великий торговец. Нужен ли мне такой? Инженера это я бы пропустил, действительно. Зарение для одной. Ага, лаборатории дают 4. Вот я бы вот этого купил. Блин, там читают на него. У Мая 190 науки. Ну, кстати, вообще не впечатляет. Потому что у меня 108 науки, по-моему, с двумя кампусами всего лишь. Да. Где у меня еще? Два кампуса и все. Хороший, кстати, кампус. Ну что, киловый кассива не успеет. Там, по-моему, византийцы строил тоже. Где-то я тут видел. Собор Василия Блаженного. Ты придурок, что ли? У тебя вообще тундры нету, дебил. Нафига ты его строишь? Ну что это? Что за приколы? Нафига? Боже. Вот дебил. Где я видел? Я реально где-то киловый кассива не начинающую себя видел. Хаса де Контраси. Может, не у Византии? Да. Придурочный компьютер строит... Сейчас я тебе проверю. Нет у меня тут тундры. Придурочный компьютер строит чудо, которое ему вообще не будет работать. Вот меня что-то галлы требуют. Ну, нападай, если хочешь. Если сможешь. Они к этим в войне до сих пор, да, с Вавилоном? Вот и граната появилась вместо того. Ничего не хочу менять. Очень хорошее все бонусы стать. Единственное, что я просто думаю, может, например, либо совместную церковь поставить, либо рационализм. Но, смотрю, не хочу менять эти соседства. Я, кстати, может еще убрать 30% гаммик, потому что у меня ничего не строится. Я в Кронштадте можно верфь. Или верфь лучше купить. Вообще-чего. Так, ну что, тут граната появилась, да? Ну. Алькасары. В принципе, могу пожертвовать этим делом. Мне надо убивать рыцарем копейщика. Я тут ничего не теряю, а военную науку ускорю. Таликамский шпион. Еще одному давайте. И шпионов, я думаю, к Вавилону отправить. У него точно будут такие тихие, которых у меня... А, в Вавилоне нигде. Ну что, давайте пока... Сейчас 48 монет, нормально. Я просто подумал, может отправить 200... Ну, я не думаю, что в Вьетнаму имеет смысл. Я хочу с Вьетнамом союз заключить. Как все возможно. Так, посольство есть. Дружбу можно? Нет, пока нет. Я думаю, скоро будет дружба тут. Торговать там тут нечем пока. Поэтому нет смысла шпиона туда, где вы будете союзником. Он просто не будет там... Приж заново куда-нибудь посылать. Корея. Ну, все-таки давайте в Маре. Так. Здесь я уже Пенгалу прокачал. Может уже Магнус-то делать. Виктора, Виктора. Виктор у нас... Виктор. В Смоленске. Наверное, Амани в Новгород давайте. Хороший будет город Новгород. Чувачки получим. Так, могу предприятие делать. То есть, у меня вариант либо здесь, либо в Петрограде предприятие. В Петрограде я могу еще предприятие по черепахам, но это на науку. Я бы на науку лучше предприятие в Кронштадте сделал, да, по черепахам. Благовоние дает процент к Квери, по-моему. Если я не путаю... У меня уже есть табак, который процент Квери дает. Нет, не табак. Жемчуг. Он тут Ладаном, кстати, называется почему-то. Да, 25% Квери. Ну, тут сложно сказать мне, что в Новгороде нету лавры. Скорее всего, не будет, что там нету. Ладно, я подумаю. Пока подумаем. Думай, 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 думай. И как мне эта песня вообще в голову влезла? Это латышский дуэт такой был. Даже не помню, как их звали. Девочка пухленькая. И мальчик хуенький. Песня там такая у них. Так, что он тут обрабатывает? Обрабатывает классно и растет. В принципе, может, тоже жемчуг еще один. А сколько у него зарядов осталось? Один. Один заряд. Нет, скорее надо серебро. Лечимся в лавре. Стоим на страже православия. Ух уж эти иудеи. Ну, буду распространять. Но тут явно не получится никак. Одного последователя дает. И все. Так, и тут повышение дали. Количество торговых путей увеличено. Так, надо... Еще откуда-то отправить. Наверное, давайте из Новосибирска. Да, кстати. И надо поставить на... Скидка в золоте на все улучшения. И, наконец-то... Во-первых, галеру здесь. Во-вторых, здесь галеру. Есть. А, вот куда нам рыцаря. Да, ну, когда я скачу все еще. Тут... Или сюда поставить. Блин, тут рыцари уже не смогут справиться. Здесь слишком опасные юниты. А нам надо рыцарем кого-нибудь убить. А, тут мы маяк завершили. Давайте кампус. Верфь можно купить тоже. Так, тут лавру завершили. Давайте святилище. Сюда бы, конечно, религию принести. Вот эти переходы тут... Так. Ему надо еще одного миссионера брать. Все-таки. И этот пойдет именно сюда. А как он это быстрее сделает? Все-таки поверху, блин. Не, ну, надо здесь везти. Понятное дело. Тоже очень долго. Национализм открыто. Надо до корпуса делать. Пожалуй... Так, мобилизацию у нас через строительную инженерию, урбанизацию, выжженную землю. Ну, давайте через строительную инженерию пока. Город с населением 15. Киев вполне скоро может стать таким городом. Так, посмотрим, сколько он... Да, примем посольство Византии. Не объявляю, пока не могу. 5 ходов надо подождать. Нормальные войны объявить. Так, улучшаются отношения с Вьетнамом. Вот я бы во Вьетнам все свои караваны бы поотправлял. Терпи бегающие здесь. Отлично. Сам убился. Сейчас мы военную науку откроем. Отлично. Так, военная академия. Можем казаков покупать. Порох мы за счет чего ускорили. А, оружейную построил. Так, пошли в литье. Нам нужны бомбарды. Без бомбард нет смысла войну объявлять. После литья, пожалуй, в индустриализацию пойду. Так, нам всего лишь 2 арбалетчика надо улучшить. Отлично. Но мы больше улучшим, конечно. Так. Так. Будем делать уже корпуса. Казани мы можем, наверное, сразу покупать. А, нет, не можем корпуса сразу покупать. Жаль. 285 казаки. Норм. Не понял. А почему я могу военную академию за... Что, валет-то позволяет и в военных лагерях покупать за веру? Это что-то новая информация для меня. Да, в целом и в военном лагере. Ничего себе. Она еще и снижает стоимость стен. Так, ну мы просто покупаем, естественно, военную академию. Потому что это позволяет нам сразу, по идее... Да. Тут недоступно, потому что у меня стоят юниты. Вот если я уберу сейчас катапульту отсюда... Смотрите, я могу сразу покупать казаков корпусами. Просто обалдеть. Так, сколько мне... Сколько ходов, во-первых? Восемь. И мне не хватает... И мне не хватает... Семь очков, да? Так, килово кисевание. Я надеюсь, даст мне четыре очка, как минимум. Где хоть какой этот писатель вблизи? Уже в Киеве построен художественный музей. То есть можно... Так, статуя свободы. Нет, никакие чудеса я не успею построить. Ну, можно три капера. Там даже два требуются для ускорения. Не знаю, стоит ли... Нет, давайте мастерскую пока. Мастерскую, потом... Капер. Так, предварительно. А, еще у меня и гелик достраивается. Так, ну я должен в золотой век. Если меня не угонят эти чудеса... В золотой век я должен выйти. С гранатой можно, в принципе, мир заключать. Семь ходов. Кстати, можно этих рыцарей, наверное, даже в корпус тоже сделать. Так, ну я решил в Новгороде, пожалуй. Потому что тут все равно ничего не сделать. 2002 производства, одно золото. Может здесь кто-то... Нет, нет, там хочу. Или апнуть в мечников. Это, кстати, тоже... А, нет, я уже рыцарей. Я железу уже использован. Ладно, давайте апнем. Тут я, наверное, вырублю лес. Отсюда до Вьетнама не добегает, как ни странно. Реально странно. Ну ладно, давайте в Колумбию тогда. Вот, в богату. Блин, он по... Че, я думаю, он по морю пойдет. Не посмотрел даже, как будет идти. Пожалуй, Магнуса пока начнем опять улучшать. Так, в Казани. Мы все построим. Слушайте, если я в военном лагере еще могу за Веру покупать, так мне нужно еще один военный лагерь где-нибудь построить. Но это позже. Давайте пока Вер. Строительную инженерию открыл 30% к созданию. Кстати, это вот... Во-первых, мы это можем... Хотя я не строю рабочих больше. Стоимость золоти на все улучшения юнитов. Может, все-таки пока сейчас всех апнуть и убрать эту карточку? Кто у нас тут? А, слушайте, всадники варваров не апгрейдятся. Ну, вот как бы... То есть они должны в летучий отряд... Они просто даже не апгрейдятся. Понимаете? Вот в чем минус покупки юнитов у варваров. Они просто дальше никуда не идут. Ну, тогда надо удалять. Они бесполезны. Их даже... Можно, конечно, бегать ими и разведывать. Но, мне кажется, оно того не стоит. То есть они тратят... Ну, давайте посмотрим. 206-4, да? Одно золото в ход тратил юнит. Не знаю, даже как-то скаутам жалко использовать. Так, а где у нас еще? У нас точно должен быть еще один, по-моему, всадник. Варварский. Вот всадник варваров. Ага. Ну, вот этим я скаута... Этого я как скаута использую. Ладно. Показать. Побегает. Создание строителей. Строительство всех чудес света. Пожалуй, пока нет. Так, вот это я должен скоро сделать. Как у нас Киев? Пять ходов. Отлично. Как раз ускорит. Там штат растет. Новосибирск на производство. Киев на еду. Еда производства. Еда производства. Так, я все-таки думал... Давайте тоже найду производство. Я все-таки думал апнуть все юниты. И, блин, ну там скоро, по идее, будут еще бомбард. Ну, хотя, как скоро? Два... Четыре хода. Карточку все-таки можно убрать. О, как я хотел, оказывается, пекинера. Кстати, может там еще кто каких-то хочет юнитов. Как раз торговый путь. И я могу в фрегат. Ну, к сожалению, за веру морских юниты может покупать только Индонезия. Вот великого писателя. Обратить в веру. Торговца. Веру обратить в веру. Очень много хотят обращения в веру, кстати. Сехты я проапгрейдил. Этот ездит. Катапульты невозможно апгрейдить. Арбалетчиков невозможно уже. Рыцари проапгрейдены. Пекинеры. Есть казаки, стрелки, разведчики, мечники, каравеллы. Да. Можно убирать карточку. Наверное, пока на содержание поставлю. Это мне не надо. Я еще и уголь даже не открыл. Создание. Хотя можно за 100% создание... А, и древнего мира, и античности. Это не подойдет для каперов. Нету смысла. Может, довольство в городах с гарнизоном. Но у меня вся армия около гала собрана. С другой стороны у меня там не стоят. В общем-то... Не знаю, давайте содержание юнитов пока поставлю. О, 16 монет, считайте сверху. Кайф. По-моему, неплохой прирост. Так, писатель возвращается домой. Вы молодцы. Хорошо все исследовали. Теперь пора написать о ваших впечатлениях. Что вы видели. Иудейские апостолы поняли, что с православием им не справятся. Килва есть один из самых красивых местных сетей в мире. Плюс три посла. Плюс 15% типичных бонусов. И если два и более такого типа, еще 15%. Норм. Так, и сколько же у нас теперь... Не хватает очков. Четыре. Четыре очка и семь ходов. Не, ну должен, должен. Должен выходить. Еще плюс геликарнас. Это, по-моему, три очка даст. Нормально. Так, куда нам этих послов? На ланду не хочу союзить. Вообще, было бы Антона Нариву. За союзить. То есть, дождемся первого посла. Что-то 2% культуры. За каждого великого человека. Ну, то есть, в районе 30%. Плюс культуры. И плюс еще хатусу надо. Ну, короче, дождемся, когда урбанизацию откроем. Это, я думаю, через четыре хода будет. Поменяем карточку на первого посла и отправим в Хатусу и в Антона Нарива. Так, тут пока, наверное, давайте так сделаем. Шахты поделаем по Смоленску всему. Из Соликамского дуаток убегало. Блин, а до Ризантии не добегает, да? Ну, в Панаму можно, в принципе. Отправить. Так, тут, значит, объединяем в корпуса. Давайте вот так. Освободить это место для... Для казаков. Так, сколько у нас ходов? Два хода осталось, да? Надо больше корпусов казаков. По идее, вообще должны... Или дождаться все-таки Аппл бомбарды. То есть, это, конечно, Олезия... Ой, блин, а что я одного сделал? Упанул. Кстати, по одному делать, это будет 500... 570, да? А так, если сразу корпус, то 430. Есть разница, согласитесь. Блин. Тупанул. Тупа, тупа, тупанул. Тупанул, тупанул. Так, украли мобилизацию. Тут куплю клетку, надо заплатить. Я понимаю, что... Или не надо. Видите, у меня, по-моему, серебро... Блин, я вот не помню, есть ли у меня... По-моему, было серебро. Одно уже. Да, вот обработанное серебро. То есть, тут мы сделаем предприятие очередное. Да, надо выкупать. Третье пока я не буду выкупать. А вот тут надо сделать, чтобы предприятие... Организация... Блин, у меня закончился рабочий. Теперь надо здесь, в Петропавловске, рабочего сделать. Вот, ну... А в Петропавловске, Камчатском, полный. И в итоге я в Ноланде одним миссионером... Три последователя... Нет, даже два только последователя. Эх. Так, это у нас арбалетик. Наверное, поставим... Нет, давайте на холм поставим. Так. Такая постоит. Я бы, наверное, дождался апгрейдов бомбарды. То есть, четыре хода еще... Подождал бы. Тут, кстати, можно... Четыре фермы поставить. Очень красиво будет стоять. Но сначала... Наверное, кукурузу обработают. Это так уже улучшено за счет... Разлива фрейна. Овидий возвращается домой. А я еще могу сделать? Я еще могу шпиона. Надо еще шпиона, кстати. Киллокичева не завершена. Мастерскую отремонтируем. Кампус. Фигня. Ну, надо... Я помню, я хотел, что театральную площадь здесь... И тут еще какое-нибудь чудо. Красно. Храм Артемиды. Кати Храм Артемиды еще в Петропавловске. Можно будет организовать. Ладно, давайте в Смоленске театралочку сюда. Тут у нас еще место остается. Но тут, видимо, все-таки будет кампус от Киева. А прикиньте, Галмюсам войну объявит. И... Где все мои... Катапульты... Расхреначат. Оксфордский. Катапульты. Катапульты. Можно выбрать этого человека или нет? Игнорирует закрытые границы. Дает трех послов в выбранном городе. Ну, три посла. Там торговцы и получше есть. Вот этого так точно я бы забрал. Но тут, походу, Корея. О, а следующим ходом художника смогу забрать. Отлично. По великим людям в следующем ходе мы будем тут смотреть. Так. Тупанул. Мне лучше этих казаков. Наверное, вот здесь буду их держать. Так, я в один ход раз 430 веры. Наверное, в один ход я могу только одного... Один корпус казаков покупать. Поэтому я так буду делать. Как стоят эти ребята. Да емае, опять одного купил. Да что со мной не так? Блин. Ай, сижу. Корпуса надо. Только корпуса. 430. То что такое? Это я, получается, 140 вер. Которые, считайте, в жопу засунутся с этими двумя казаками. Круто. Так, ну куда-то ушли все. Нет, не ушли. Вот еще один иудей тут. Но он, по-моему, не распространяет. Один. Ну да, то есть даже можно пока инквизицию не использовать. В Новгород бы распространить религию. Три единицы и дальше. Ладно, пока постоим просто. Этого... Ну давайте воду атуку пока. Там можно просто перлистрировать почту, чтобы увеличить силу юнитов. Так, тут я рабочего делал, чтобы что? Убрать здесь кукурузу. Знаете, я на производственную промышленную зону, имею в виду, здесь поставил. А верфь я бы купил. Я думаю, что нам денег на апгрейд бомбард точно хватит. Более 230. Вот. Быстрее там все строилось. У нас кирасиры здесь, в баллистике, да? Не пойду в них, пожалуй. Шпион построен. Больше, помню, шпионов не могу делать. Так, хорошо. А где я думал собор Василия был? Я думал в Петропавловке. В Тикси типа... Не совсем. Тут... Гелик хорошо зайдет. Ладно, в Соликамске у нас есть и развлекательный комплекс, и театралочка еще. Так, хорошо. А можно ли тут какое-то чудо? Таджмахал. Хорошо. Если я здесь Таджмахал поставлю, то очевидно, можно здесь тогда театралку, а здесь развлекательный комплекс. Давайте попробуем. Если построится, то зашибись, по-моему, будет. Сюда театралка. Просто развлекательный комплекс, он тоже плюс два к... К... Кстати, а если я уже делаю шедевры, то мне бы Аншан обратно засоюзить. Тоже вот куда понадобятся нам послы. Это просто развлекательный комплекс, в принципе, неплохо будет... Вокруг работать. О, все-таки опять он там что-то... Против моего миссионера. Так, миссионер надо зайти... Это не у меня. Это у Галла. Есть мавзолей. И... Так. Этого мы, видите, берем. Наконец-то там собрали. И будут дальше художники появляться. Я все-таки пропущу, мне кажется, торговца. Там его скоро заберут. А, его уже даже забрали. Сто золота и два посла. Нормально. Может, вот этого выкупали? Ну, мне... Блин, я бы религию на казаков тратил, конечно. Так, вот мы и... Вот мы и в золотом веке. Так, давайте-ка эту тварь... Попробуем завалить с помощью... Наших... Инквизиторов. Так, Леша, внимательно. Покупаем корпус. Оба-на! Не может быть! С третьего раза получилось. Какой я? Так, следующим ходом мы апаем бомбарды, да? Урбанизацию на один ход можно отложить. Как раз торговую республику пооткрываю. Потом у меня один ход, опять же... Мне надо первых послов еще поставить. Кронштадте... Может, в Смоленске... Нет, использую. Видите. Ладно. Думал, передайте эту клетку Кронштадту. Так, блин, надо не селитрую ртуть обработать. Тоже все-таки счастье дает. А куда это вот прет все вот эта армия, интересно, гальская? Он, кстати, все еще в войне с Вавилоном? Нет, они уже заключили перемирие. Слушайте, может мне Вавилону войну объявить, чтобы этот город забрать? Я уже, по-моему, могу. Да, официальную войну. Я хочу уничтожить просто этот город. Мне должно хватить броненосца. Кстати, давайте мы колумбийца подговорим. Так, давайте посольство, во-первых, туда. Отлично. Я считаю, что Вавилону нельзя вообще давать голову, поднимать никак. Может, Византию тоже подговорить? Так, посольство, конечно же. Гипсом я, по-моему, с ним и так уже торгую. А, слушайте, нету. А почему я... Он может вообще не встретить? Он... Класс, он не встретил ни Вавилон, ни Галлов, ни Колумбию. Да, поэтому я не могу его позвать. Это прям что-то прикол. Так, подождите, вот я, наверное, может, зря? Нет, не зря. Кдевры не дают. Не дают очки эпохи. Дай, наверное, еще сразу капер. Сейчас вот откладывать. Перму сделаю. Есть геликарнасик. Уже приятненько. Конечно, пока мало клеток, типа, он обрабатывает. И дает. Но... То есть пять ходов вырастет. Мечеть два хода. Нет, давайте, наверное, строители опять начнем в Тикси делать. Альгамбра, извержения. Так, и тут мы вышли уже точно в Золотой век. Еще пять ходов. У нас театралка пока одна, да? Давайте сюда переброшу писателя. Так, ну что Вавилон будет делать? Корея. Так, что у нас по науке вообще? В лидерах, как ни странно, Майя. У меня купительная засуха. Не в Клиде. Так, апгрейдим. Раз. Два. Три. Давайте этого уже... Я уже получил тут очко эпохи, получается. Заселить не было смысла откладывать. Следующим ходом объявляю войну Галу. Поэтому давайте мимо шкетера, наверное, апну. Так. Давайте здесь держать, казаки. И еще один корпус. Флотоводец. Один бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки вашей столицы и 300 золота. Ну, вообще, найму. Блин, это, конечно, покруче был. Ладно. Давайте объединим с капером, и они у меня поплывут сюда, куда-нибудь. Пинц, только еще территории незаселенной. Компьютер вообще... Мыши не ловят. Есть стали варенье. Подождите. Стали варенье прокачивается. Слушайте, стали варенье прокачивается. Если у вас есть броненосец, и построена шахта на угле. А уголь-то я еще не открыл. Значит, что? Значит, вот тут у нас уголь. Прикол. Серьезно, смотрите. Стали варенье. Постройте угольную шахту и броненосец. Броненосец у тебя получил с флотоводца. Да, то есть, у меня даже броненосец еще не открыл. То есть, я стали варенье прокачал. Ну, это... Вот я считаю, что так нельзя делать. В некотором смысле. Ну, как... Как... Могло быть ускорено стали варенье, если, в принципе, я даже уголь не открыл? То есть, я ускорил стали варенье броненосцам, которого у меня не должно быть, и угольной шахтой, которую я не могу построить. Кайф. Просто я знаю точно, что у меня уголь уже будет. Так. Не уходи, парень. Постой. Мы тебе объясним за... За... Православие. Это из Киева. Ладно, давайте я тут уже музыкальный шедевр сюда определю. У меня пока нету музыкальных... Я даже не могу их строить пока. Блин, до Византии не добегают. Караваны, а жаль. Я бы, конечно... Именно с Вьетнамом бы пытался как-то... Ладно, давайте мы, наверное, во Вьетнам будем отправлять караваны. Откуда я могу? Получаем... Получаем отношения. Так, это все к кельтам. Вот, к Вьетнаму две штуки. Из Петрограда... А, все только из Петрограда. Ну, в принципе, этот неплохой, да? Давайте из Петроград перегрошу. Так, значит, теперь мы меняем на... Давайте... Колониализм? Вообще нет, надо организацию идти тут не хватит. Где мне верфь достроить со следующим ходом? Блин. Я, получается, ускорю... Ладно, давай сначала колониализм. Один ход пооткрываем. Потом урбанизацию. Я хочу поставить первого посла. Все еще. Здесь переиллюстрируем почту. Чтобы дипломатическую видимость увеличивать. Это будет плюс 3 к силе добавлять. Дайте я тут где-нибудь высажусь. Объявлю войну. Они меня проатакуют. Он быстрее вернется. В смоленский театр алкун. Амфитеатр, конечно же. Просто я не понимаю, что мы все еще... все зерены Аютхая, которые нам кучу культуры дают, когда мы тут застраиваем, то это дело. Тропавловский. Достаточно удовольствия. Пойди. Так. Ртуть. У меня две ртути. Блин, а где у меня еще ртуть? Что-то я... Тут, кстати, захватив Галла, мы станем монополистами. Но где у меня вторая ртуть? Мне, наверное, город... Да, город-государство дает. Но я... Тем не менее, это означает, что я все равно могу здесь предприятие организовать. А ртуть, по-моему, по-моему, науку как раз дает. Да. То есть, тут же черепахи науку дают, что ртуть. Тут в Кронштадте реально такая... Так, мы ждем один ход. Когда амфитеатр построится, у Майя уже угля немерено. Но я, конечно, не соглашаюсь на эту сделку. 110. Может, все-таки уже как-то... в нау... Ну, я, в принципе, построю уже два кампуса хороших. Так, я в науку ломану. Возрождение через три хода. Электричество ускорили двумя каперами. Урбанизацию. Так, теперь начинаем открывать урбанизацию. Тут у нас шедевр. Тут у нас шедевр. Я бы, наверное, уже засоюзил аншан. Блин, семь надо. Ну, потому что это будет науку нормально давать. Сейчас напоминаю, две науки за каждый шедевр литературы. Хотя у меня пока один только шедевр литературы. Вообще-то. А может, даже не союз... Ну, слушайте, это будет... Я поставлю в Киеве и в Смоленске. Это будет всего лишь плюс восемь науки. Ладно, я подумаю. Я еще подумаю. Статую свободы не хочу. Кассу до контрастен не хочу. фестивалить. Может... мне огранка не взята еще на пингалу. Ладно, во-первых, давайте переключимся на производство уже. Выключу здесь все эти залоченные штуки. Ай, город сам. Просто, напоминаю, до 15 жителей выросли. Так, я тут хочу тоже кампус, видимо. А, блин, нам надо 16 жителей. Блин. Я думал, 15 их. Ладно, тогда пока на еду. И строители еще. Надо убирать там пшеницу. Кстати, мы можем ее вырубить. Вот и будет 600 жителей, между прочим. Так, не хочу я шахты здесь делать. Вот здесь хочу делать. что у нас тут пикси обрабатывают. Как раз это и обрабатывает. Так, перехода и мы сможем какой-нибудь еще. Блин, фиговый немножко поставил геликарнас. Давайте мячить. Надо было все-таки хотя бы выбора особо не было, честно говоря. то есть надо было где-то так поставить, чтобы еще соседство с театралкой было. Так, Тейн, ждем возможно где-нибудь использовать его. его. О, я дождался этого момента. Сейчас тут минус к иудаизму и плюс к православию будет. Е, 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 бой. И Новгород обратился благодаря этому, видите? Так, только чуть-чуть иудаизма в Киеве, чуть-чуть католицизма в Кронштадте И чуть-чуть католицизма внутри Пс-пс Парень, немножко католицизма не хочешь? Малипусечку самую Так, ну этого я в Петропавловск веду Как я и говорил Я этих ребят, наверное Буду использовать А, давайте вот эти Пока Буду использовать, когда буду захватывать Города Галла Буду просто инквизиторами Выжигать всю веру Каленым железом Константинополь всего 9 Да Грустняво, грустняво Сюда поставлю, наверное Или вот так поменяю местами Так, из Петрограда По Вьетнам Тут Вот эти просто тырим Деньги будем на это прокачивать Амфитеатр Нужен ли мне еще археологический Ну, то есть археологический Когда-нибудь будет нужен Но я просто Археолога-то не скоро получу А вот как раз художника скоро Поэтому тут художественный Казани Верфь Ну, время Акведу Колобчу И Промышленные зоны В фронштадте Кампус Библиотеку Давай Ой, блин Я же хотел Я ненавижу еще Вот в шестой циве Знаете что? Что когда вы Апгрейдите юниты Они остаются В То есть Вот у меня стояли Катапульта В защите Я проапгрейдил юниты И они типа не проснулись Так и остались В защите То есть это Так Так для меня непривычно Постоянно Я Забываю Походить ими Я просто думал Что они у меня сейчас стоят Все еще ход идет Когда я их проапгрейдил Так Первый посол Может уже Рационализм Начать использовать Мне и соседство Священного места Хочется Говоря Ну ладно Пока не буду Первый посол Значит Катуса Антона Нариву Катуса просто Три Чтобы Соседство было Антона Нариву Союзем Сейчас посмотрим Сколько у нас будет Дополнительное 115 культуры Осталось 160 То есть Плюс 45 Культуры Это за счет Именно Плюс 20% Видите У меня еще даже Еще не 30% Еще 20% Я смогу еще нанять Еще 5 человек Надо нанять Чтобы максимальный Бонус От Антона Нариву Капал Ну Кстати Больше У меня осталось Три Ну тогда В принципе Можно И в Аншан Засоюзить Почему нет Раз Такое Дело Это Уничтожаем И просто Чтобы Потом Не было проблем Вот эту Клетку Мы купим Тут Надо Вино Обработать Кстати Я не могу Починить Броненось А Или могу Так Писатель Еще появился Просто у меня Вроде как Нету Угля Но с другой Стороны Сам броненось Сдает Один уголь То есть если у вас Ноль угля По моему Можно все таки Будет Чинить его Так Это вы Строители Сюда Писатели Сюда Ждем Это инквизиторы Вылечиться Так Все Объявляем Войну Галату Опять Забуду Заодно Увижу Будет ли у меня Обстреливать город Бомбарда Из военного Да Обстреливает То есть Если бы не было Военного лагеря То этот бы холм Мешал обстреливать Тут не холм Но за счет того Что есть военный лагерь И в городе Если вы находитесь Тоже Тогда Нормально Это будет работать Так А теперь Вот я не вижу Чтобы у меня был плюс Где у меня плюс 5 Кстати видите Плюс 3 раз А нет Вот есть плюс 5 Боевой мощи На территории Рядом с ней Отлично Убили Кавалерию Может рабочего Захватить Убили Катапульту Так Нам надо Наверное Тут встану Ушло Ушло Осада Потому что Я теперь не контролирую Вот эту клетку Нету зоны контроля Через реку Поэтому мне надо было Сюда становиться Казаком Казаком Так Втиксе мечеть Пригород Кстати В данном случае Даже неплохо будет Потому что У него тут Куча просто Слушайте А втиксе Еще есть Знаете Какой вариант Поставить здесь Пригород Например Да Здесь Театралочку А здесь Аквапарк Тогда лучше Вот эту клетку Обрабатывать Да Ну не такой Тут классный Геликарнас Конечно Как я за Японию Играл Поставлю Предварительно Что сюда Нам театралку Сюда Аквапарк Кому нет Киеви Строитель Готов Делать ли тут Пригороды Как-то маловатенько Ну кстати Этот потрясающе Престижный Пригород Это просто Обязательно Для ускорения Я наверное В Киеве Сделаю Просто там Продуктовый Магазин Строится Который Плюс 4 К еде Я считаю Это неплохо Так Тут вырубаем А Это Причем Ходом Убанизация Сделана Так Нам надо Торговую Республику За один ход Чтобы убрать Карточку Вот эту Первый Посол Шенгити Выполнил Задание Может еще Кого Подговорить Войну Галуби Так Кого он Знает Колумбия Мне кажется Вот Майя Можно Попробовать Давайте Майя Попробуем Колумбия Как-то Далековато Чтобы Посольство Нет Не примет Наверное Войне Не захочет Да Искательный Знак Хорошо А колумбийца Пускай Почему Чего бы Всем не воевать А Колумбийц Колумбийц Видимо Недавно Либо мир Заключил Либо что Потому что Он-то Видит Галу Но Нету Возможности Ему Объявлять Сразу Давайте Наверное Промышленное Производственное Чем Попробовать Правда К сожалению Она дает 15% Науки Но у нас В Петрограде Вообще Науки Особо Нету Блин Самураи Не дают Высадиться Блин Ну вообще Вот эти Ребята Будут Больно Бить Ладно Давайте Подождем Может Позже Можно Будет Не Ну Алезия Вот сейчас Упадет Уже Кстати Начались Осуждения Но это Из-за Из-за того Что я Город Уничтожил Вавилонск Это Ну Сильно Ухудшает Отношения С компьютерами С компьютерами Торговую Республику Не будем Брать Мы Чисто Вот Это Уберем Я не знаю Может Мне Учетные Банки Пост Ну У меня Блин Мало Каким Союзникам Вообще Бегает Мы Были Вьетнам Засоюзить Поэтому Все-таки Пожалуй Давайте Шпионов Ускорим Так Содержание Юнитов Наверное Оставим Пока И Дальше В Мобилизацию Две Полевых Пушки Блин Может Мы Все-таки Пушки Открыли Здесь Два Форта Это Мне Нужен Этот Военный Инженер Давайте Вот Его За один Ход Тут Построим Надо Форты Сделать Так А Че Я Прекратил Казаков Покупать Не Хватило Куда Встану Не Буду Атаковать Просто Здесь Встаю При Заряда Нормально Сахар Не Обработан Кайф Вот Это А Хотя Он Может Были Обработан Просто Этим Кстати Играю На Четвертом Уровне Сложно Не знаю Я как-то Всегда Играю На четвертом Уровне Сложности Почему-то Я имею ввиду Этих Природных Катаклизмов Вообще Их как-то Мало На двойке Играю Все 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 Сносит Нафиг Все Умирает Все Так Панаму Можно В Панаму Посмотрим Будет ли Лечиться Нет Видите Не лечится Броненосец Все-таки Не хватает Вот так Как нету Угля Как бы Считается Хотя Он есть Типа На этот Броненосец То Все Не лечится Антона Нарива Давайте Антона Нарива Уже 22% Кстати К культуре Ну Антона Нарива И Айутхайм Я просто Я сейчас улетать Тут буду По культуре По науке Да Отстаю Но Всего-то С двумя Кампусами Пока Ну правда Уже Три Уже четвертый Сейчас тут Достроится Стоим Ждем Возможности Апнуть В пушки И вообще Можно и поставить Карточку На Караваны Тут у меня Нормально Начинают Бегать В Колумбию В Панаму Вообще Прилично Все Очень Даже Новгород Идут Брать Да Блин Ладно Где ты Попец Не высадится Я бы Не уничтожал Кстати Этот Лагерь Пускай Тоже ГГшка Поедет Сколько Уже ГГшка Вообще Должно Быть 18 Правильно 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Уже 15 Я уверен Что их Будет Больше Я просто Интересно Насколько Больше Все ГГшек Какой Плюс ГГшкам Будет Вот То есть Их Всего 18 Вначале Так Сколько Все Так Варваров Варвары Добавляют Городов Государств Сами По себе Так Ну Наверное Кампус Тут Надо Что тут Ждать Уже Пора Выходить Так Тут Нету Смысла Обрабатывать Там Ничего Не Дотягивается Пошли Наверное Кронштадту 137 А так Кто вообще Лидер По Науке Вообще Какая-то Неизвестная Цивилизация Вообще Это Не встречено Еще Мной Мы Не встретили Точно Эфиопию Не встретили Америку Не встретили Францию И Не Встретили И Еще Кого-то Не Встретили Так Стикси Ну Тоже В Панаму Еще Нормально Бегает Все В Панаму Ну Апгрейдить Нам Нечего Да В принципе Поэтому Давайте Выкупать Эти Клетки И Ставить Тут Рыболовный Промысел Параходку Кто-то Построил Извержение Супер Вулкана Да И Надо Не забывать Продолжать Покупать Наших Казаков Корпуса Отлично А как Он Убил У меня Бомбарду Что за Хрень Тягово Надо Бомбард Подкупить Значит За Веру Я бы Корпусами Сделал Что-то Он Так Быстро Блин Еще Буря Буря Тфу Пыльная Буря Но Мы Вышли В Золотой Век Промышленность Золотого Века Будет Продолжаем Увеличивать Дипломатическую Видимость На этом Я серию Закончу Вот Смотрите Не понимает Если вдруг Зачем Дипломатическая Видимость Смотрите У меня Казаки Сейчас дают Плюс Три От Развед Данных Что за Развед Данные Если Мы Зайдем К Галу Вот Посмотрим Развед Данные Уровень Доступа Открыто Это значит Что у меня На один Уровень выше Знания О нем Чем У него Обо мне Если было бы Секретно То было бы Ровно Открыто Значит что у нас Один уровень Один уровень Знаний Это еще дальше Может увеличиваться Я еще могу Увеличить В дальнейшем Но это уже В следующих сериях Спасибо что смотрите Спасибо за поддержку Играйте в умные игры Читаю ваши комментарии Надеюсь проблем С видео У меня тут больше не будет Потому что я Уже Пере Перерендеривал И переделывал Всем пока Спасибо что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok